Продолжение следует... 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 Вот я сейчас смотрю на вообще весь эфир, дропов ноль. У меня на экране тоже тут проверяется стрим тоже всегда. Я с собой притащил ноутбук, тут тоже дропов нету. Но, честно, в такое время может случиться в Украине все, что угодно. Но будем надеяться, что будет все хорошо. Опять же, пишите сообщения в чате отвеча, пишите в ТАФУ ТВ. Мне там гораздо удобнее за всем этим делом наблюдать. Ну что же, ждем Маркилова. Опять же, Марик только вот только поужинал. Нужно немного ему выпустить там, наверное, пар. Конечно, это шутка, что если я скажу, что Hellraiser затягивает сейчас время, чтобы Марика там немножечко подпустила еда. Нет, это не так. Я думаю, что последние идут наставления. Марик вообще Доту смотрит. Я спалю сейчас его. Но в данном случае я проходил, был стрим Доты запущен какой-то. Очень интересно, что же смотрел Марик. Надеюсь узнать это после матча. Еще раз напомню, что после игры на парочку минут к нам сюда потянется Адрон. И мы с ним уже разберем пару моментов, что было не так или так в игре, которую мы сейчас посмотрим. Ну и, возможно, у вас будет пара вопросов к дикому лютому казаху. Поэтому с удовольствием, конечно же, все пишите. Наверное, в ТАФУ ТВ и чат Вича, кто может это делать. Вот так вот. Я пока здесь на F5. В последние новости, если что, буду читать. Так, вот, если что, на сорте лагов нет у меня. Пишет мне Антон Гузнецов. Антон, тебе спасибо. Было личное сообщение. Там парень просто слезливо вообще говорил, что он выиграет... Вообще поспорил с пацанами, что я должен ему передать, короче, привет. Ну, осталось найти это сообщение. Может, все-таки сделаю доброе дело и кому-то помогу. Там пару лыканов выиграть сейчас. Ну, а может быть и нет. Если я не найду это сообщение. В общем, какой-то дикий парень передавал нам всем привет, друзья. Как только найду сообщение, может быть, он мне его еще повторит в ВКонтакте. Я его и повторю. Ну, а пока что, опять же, ТАФТВ ВКонтакте. Чат Твича StarLadder 5. Все тут, все читаю, все слежу, все смотрю. Готов общаться с вами. И, конечно же, мы по-прежнему в ожидании старта этой игры. Вообще, по расписанию 15 минут мы уже там могли почти большую часть первой половины посмотреть. Но будем надеяться, что все будет сейчас хорошо. И Улл Хелл Рейзерс, и Уклан Мистик, и то, что мы посмотрим классную рубку. Так, ну а я пока что врываюсь в ТАФТВ. Ребята, вот, кстати, по поводу нового патча тоже призываю вас мне немного отписаться. Потому что я вообще вот этих новых патчей побаиваюсь. Вообще, находили вы какие-либо новые фишки, баги, приколы? Господи. Пишите мне. Вот, кстати, это что, дифузы были? Воу-воу-воу. Новые дифузы, конечно, интересно выглядят. Ну что, по-моему, вот все-таки осталось дождаться последнего игрока клана Мистик. Он у нас уже был, но вот-вот вернется, и с этого момента пойдет игра. Вот все-таки думал выйти пораньше, пообщаться немного с народом. Но на самом-то деле, ведь мое сообщение. А, вот там Вова из Ельца. Ну, насчет того, что ты супер, я вот не буду говорить, Владимир. Ну, короче, все нормально, ты кроссавчик, смотри, КС, руби в Аматорке или в Семипро, или, в конце концов, в высшем дивизионе. И будь молодцом, вообще, мамку слушай. Ну, а нам бы не хватает. Нам бы вообще хотелось бы последнего француза здесь и сейчас. Потому что есть отдельный, наверное, не очень приятный разговор у команды Hellraiser с этим парням из клана Мистик. Ну, и, наверное, все-таки немножечко более официальной такой вот информации. Как говорится, по последним результатам. Команда Hellraiser, напомню, вчера, кстати, вот матч... Нет, не вчера, но матч против GamePub там было все хорошо, все очень четко. 16-6 был счет у Hellraiser. Была победа над Alternate 16-4. Была победа над MIM, над NIP, на ENSEB. В общем-то, пять последних матчей официальных, как показывает нам сайт HellteWork, это победы. Ну, и вообще, парни, действительно, начинают нас радовать своей красивой игрой. В это время Адрон пытается прокачать дополнительный навык и скилл по скалолазанию в CSGO. Отрабатывает балкон, хотел чуть-чуть дальше попрыгать. Не дают ему потренироваться клан Мистик. Да и вообще, нам с вами матч тоже не особо дают пока что посмотреть. Команда и клан Мистик, ребят. Ну что ж, выиграли у Courage 16-13. Проиграли LGB в мясо 16-4. Выиграли у NPV. Кстати, выиграли 1-0 по картам у команды Dignitas. И проиграли, конечно же, полякам из Virtus.pro 16-8. Эти матчи, я думаю, вы тоже видели и ими наслаждались. Но на сегодня, по крайней мере для меня, вот у меня очень важный вопрос. Кто же сильнее Hellraiser или клан Мистик на карте Инферно? Юрастрайк проведет в этот матч. Я, может быть, даже на начало останусь. Там, как получится, пока еще точно гарантировать не буду. Но он проведет с вами вообще на очень крутейшей шпилке Virtus.pro Титаны. Это, наверное, вот как раз пока что в данный момент те самые парни, за которыми действительно стоит наблюдать. Ребята идейные. Мы видим, что новая спелая свежая польская кровь достойно сражается. И, конечно же, стоит обратить внимание, что это еще БО-3 по картам. Поэтому это шикарное завершение вечера ночи для кого-то, кто посмотрит стрим. Ну что же, как я понимаю, у нас начало. Ну что же, удачи. Удачи командам. Давайте посмотрим, кто тут самый главный кабанчик на районе. Ну и понеслась. Понеслась. Решаем сторону. Идите сюда, мои сладенькие. Пока что за... На, давайте автодиректор посмотрим. Ой-ой-ой, как нас режут-то французы. И минус 4, и Ангел вообще, наверное, сейчас немножко шокирован ножами своих тиммейтов. Понятное дело, сторону мы проиграли. Вот это валидол, по-моему. Бегите в аптеку, люди, потому что мне чувствую, сейчас я уже начинаю сидеть. Потому что я знаю, что такое невыгодная страна для наших команд. И как я переживаю в такой момент. Конечно, фанатам клана Мистика отдельный привет, парни, от меня. Но топлю я сегодня за Хелл Рейзерс. Вы скажете, комментатор не должен быть таким. Но когда играют наши, я говорю, команды с постсоветского пространства, против кого бы то ни было, как я могу болеть за кого-то другого. Ну что же, матч начинается. Удачи ребятам. И, конечно же, нам хорошего всем матча, красивой игры и хороших красивых тактик. Три банан. Ожидаемая игра сейчас на пистолетном раунде от Мистик. Больше интересно, как будут действовать парни, которые работают сейчас вдвоем на Аплэнте. В доме, в доме, ближе к коврам. Мидл не рискует. Уже есть небольшой размен. СФ забирает кучера. Дося забирает GMX. Ковры. Досян, давай еще по голове. Жарь его. Кеннис уверенно отыгрывает. И 85 хп как-то досян, да, мне в ударе не нажарил. Харц. Банан поджим пошел. Три игрока, три в четыре ситуации. Поймут ли это, ребята, атаки сейчас нет. Адрен уже не уйдет никуда. Ну, либо даст всем по голове, и никто от него не уйдет. Минус один должен быть. Есть. Второго можно забрать. Там красный остался. Киашима хэдшотом добрал. Ну, Харца 22. Маркелов, Ангел, в принципе, плотнячком. Давайте посмотрим за Ангелом и Мариком. Один ковры и 2-7 будет такой выход. Ну, и смотрим. Есть. Ковры видят. Есть инфа о Ангеле. Маркелова не знаю, видели или нет. Сейчас есть минус от Ангела. Очень важный. Забрали Марик Орелот. Ангел поспешил зайти в дым. Думал, будет бустер и быстрый дефьюз. Потому что план неудачно поставили. Что происходит? Ангел мочит просто неимоверным образом клан Мистик. Ну, что же. Друзья. Все очень-очень замечательно. Кроме того момента, что нам нужно свапнуть табло. Точнее, не нам, а вот ребятам из Фрагбайт. Шикарный. Шикарный капитан Hellraiser с Кирилл Карасев. Просто беспощадная зверюга, которая разорвала только что французов. Слушайте, ну, давайте на чистоту. На самом-то деле, ну, как мне показалось, этот раунд должны были брать французы. Здесь просто отжег сейчас капитан команды Кирилл Карасев. Ну, да, был замечательный раунд. Очень нужный раунд. Первый в игре. Плюс эта пистолетка за атаку. То, что нужно. Но то, что не нужно, давайте, наверное, к Маркелову перейдем. Потому что не нужно нам проигрывать экораунды. Уже забрали СФ, а у Марика в доме есть. Есть, прочекал. По-моему, Марик должен был только что увидеть. Да, ждет дом. Или не увидел? Я так не понял, увидел ли Марик игрока или нет. Нам-то с вами все понятно и все вроде бы просто. Ну, друзья, честно могу вам сказать, что пока, вот судя по расстановке, все должно быть очень неплохо для команды HellRaisers. Ребята стягиваются на B. И тут-то всего лишь один игрок находится. Да, там есть три воина на Апленте, но они уже тут никак не помогут. Никак не помогут своему тиммейту. Ну что ж, Киаши, Макеннис и GMX должны отмучиться за последние секунды после бомб-плента. HellRaisers начинают уверенно. Вот, кстати, со вчерашнего дня появился флаг СНГ. Вообще в Counter-Strike, в CSGO. Он сейчас как раз находится у команды HellRaisers. Ну, многие, конечно, ребята, которые там общаются в политике, понимают, что Украина просто почетный член СНГ. И вообще, по-моему, собралось выходить оттуда. Поэтому нужно будет какой-то новый придумать флаг. Чуть ли не флаг СССР, наверное, стоит будет придумать ребятам из Valve. Ну что, давайте досмотрим. Досмотрим концовку второго боя. И узнаем, будет ли, допустим, может быть, сейв у GMX в конце-то концов. Может быть, он свою фарм-пушку решит оставить на следующий раунд. И она ему еще принесет пользу. Ну, где-то так и будет. Три игрока были уничтожены в этом прошедшем раунде. Но я по-прежнему, если честно, у меня в голове происходит одно. Кирилл Карасев, ангел, его пистолетка, врыв в дымы. И вообще, удачное начало для команды HellRaisers. Без риска. Без риска. И, опять же, очень редко, очень редко кто-то, играя за защиту, берет девайсы в третьем раунде. Опять же, в первой половине. Во второй это более ожидаемая вещь. И, конечно же, очень важная штука в Counter-Strike Go. Я думаю, по последним чемпионатам вы это поняли. На карте Инферно это банан. Если банан будет слабо контролироваться защитой, то, по сути, команда HellRaisers может сделать все, что угодно с кланом Mystic. Дося дал размен, Маркилова успел с фармгана забрать GMX сейчас. Но, по сути, поспокойнее просто нужно сыграть Ашером и все будет хорошо. Спокойненько выходит сплитом. Хотели выйти сплитом на А, вернулся третий, перетяжка на Б. Ну, вот все правильно. По сути, все правильно. Играют не от эмоций, хладнокровно. Ангел просто перетягивает команду. Ну, не дай бог, просто получит кто-то лишние хедшоты. Попадет пушка, подоберут девайс и будет проигранная краунд. Это то, что вот сейчас в начале игры не нужно. Ангел уверенно Катохи забирает. И есть минусы сэп. Ну, посмотрим, конечно, что будет делать Хелпа. У Кенниса-то на самом-то деле есть девайс. Ну, Кеннис находится на банане сейчас в данный момент. И, конечно, мы видим, что убегает и Хард. Сейчас Респа даже особо убежать не смог. Получил пистолет по голове. Ну, и остается Кеннис. Он будет под бананом просто работать на фраг. 3-0 за Хелл Рейзерс. Начало положено. Теперь дубль 2. Это, конечно же, первый оружейный раунд. Тут-то нужно сейчас помозговать капитанам, что же делать. Ну, честно, я не знаю, что будет делать сейчас клан Мистик. Но судя по тому, что это инферно, я бы во всяком случае побаивался даже бы в первом оружейной, врыву по центру, поджим банана. Там 3 банан. Это все может быть сейчас от клан Мистик. Возможно, я ошибаюсь. Посмотрим. Да, 4 банан сейчас. Даже еще жестче решили удивить нас, французы. Но, опять же, Хелл Рейзерс должны были понимать, что на банан сейчас, наверное, не стоит все-таки в этом первом раунде выходить агрессивно. Адрен очень спокойно сейчас все законтролил. Увидел поджим. А вот что будет делать клан Мистик, сейчас мы увидим. Кеннис, GMX уходит назад. Хардс, Сэф остаются вдвоем сейчас на Апленте. Возможно, нет, Сэф все-таки останется 3-2 играть. А у нас уже на Апленте, во-первых, занят дом. Доси под коврами. Ну, и мы ждем все-таки финального направления атаки. Сейчас прощупают банан. Очень правильное все равно решение от Хелл Рейзерс. Очень молодцы. Вот Адрен собрал сейчас Сэфа. Хардс дал размен. Но банан прогнали. И опять очень мало информации у команды атаки. Это самое главное. Сейчас можно и как одну точку разыграть, и как вторую. А вот что это было, я так и не понял. Кучер, находясь вдвоем на банане вместе с Ангелом, выходит, получает по голове. Видимо, уже Ангел все-таки приказал парням выход B делать. Но пока, в принципе, все неплохо. Разменял Кучера. Прогнал парня с катушек. Завел команды на точку. Имеем ситуацию 3 в 2. Вот этот минус был, конечно, не по теме. Потеря Маркилова. Под флеш на банан заходит, ребята. Смотрим, как будет играть Ангел. Один церковь, два по центру. Заходит банан, ему хелпует Дося. Есть, хорош. Дося помогает, неплохо напрягает. Ангел дает хэдшот, успеет отрелоудиться. Вышел от церкви. Дося не видел. Хотя даже, по-моему, нет, нет, нет. Не успел, не рискнул. И не пошел в Малачага Кеннис. Если бы еще Ангел поставил сейчас хэдшот и забрал АВП, было бы вообще круто. Нет, АВП остается во Франции. Но первый оружейный раунд уходит в копилку команды Hellraiser. Счет 4-0. Ну, я думаю, фанатов из СНГ это должно радовать. В любом случае, парни действуют пока что, ну, просто как зверюги-то настоящие и выглядят очень хорошо. Но пока слишком рано делать какие-то выводы. Всего лишь 4-0. Так, пытаюсь пока что прочитать ваши сообщения, ребят. Вот ВКонтакте ТАВ ТВ. Сообщения пытаюсь просмотреть на CSGO Starlander TV. К новости по сегодняшним матчам. Пишите, все буду зачитывать. Ну, а мы возвращаемся на Инферно. Три банана в начале раунда. Пытались сейчас разыграть Hellraiser. Проверяют дом, два игрока. И уже у нас такой сплит. На, выходит. GMX хорошо работает с дедушкиного обреза. Снова дал минус. Ой-ой-ой, ЦЗ-шечка, что ж ты делаешь? Погибает Ангел. Ну, давайте по... Нет, есть девайс у Кучера. По сути, такое еще можно тащить. Да-да-да, Кучер потихонечку утягивает калаш. Но тут три игрока. Один на пятерке, два на семи. Пятерка выходит, получает по голове. Дом. Дом дадут минус. Есть минус в доме. Доси Молочага. Один хп у Доси. Конечно, нова страшная пушка. Тут ничего не скажешь. И уже три в три. Ну, конечно, Досин один хп. Это страшная вещь. Но есть Адрен. Ой-ой-ой, со спины-то какой тайминг поймал сейчас Харций. Ну, это, конечно, вот просто левейший фраг. Немножечко повезло. Отлично играет Адрен. Минус СФ. Не знают, где пятый. Не знают, где Кеннис. Доси за это может поплатиться, если пойдет сейчас на сей. Ой-ой-ой, повезло. Вроде бы как и принимается решение выхода на Б. Вот, честно, не знаю, увидел ли кто-то на экране Доси. Либо сам Доси вот сейчас, по-моему, не увидел он в песках игрока. Замечательные. Да и мы практически... Да, нет, тут все хорошо. Хорошо упали в исполнении HellRaisers. Есть бомба. Доси пошел просто на отца, на поджим. Ну и давайте смотреть, что будет делать Кеннис. Кенниса есть АКМ. Ну и, в принципе... И, в принципе, как я понимаю... Ну, он надеется, что кто-то будет его искать. Ну, опять же, наверное, можно было подумать, что там парня рисковать не будет. Возможно... Ну, была точная инфа по идее по Досе, что у Доси один хп. Я не знаю. Но, в принципе... Что поделать здесь Кеннису? Конечно, куда можно было идти? Все правильно. Нужно работать на экономику. Потому что всего лишь пять раундов в этом матче прошло. И только 5-0. Опять же, это слишком рано говорить о победе одной из команд. Вообще, в плане экономики, пока у Хелл Рейзерс все очень хорошо. 8-800 Адрен, 8-500 Доси. Маркелов, Кучер, пусть не так много денег. Но там на парочку раундов точно хватит. Дымы на миду. Как будто ожидали здесь Кенниса только что с АВП. Игроки команды Хелл Рейзерс. Ну и в это время очень быстро разыгрывают опять вот дом. Плюс, посмотрите, он даже не смотрит на ковры. Плюс ковры Доси спокойно проходит и дает первый минус. И в этот момент три банан. То, что надо. Бомба лежит на ноле. Заметьте, ребят, пока что ее оставили на нейтральной территории. Забирают очень быстро Харца. Ну, пока что я бы сказал, что даже не перестреливают Хелл Рейзерс команду Клан Мистик. А просто играют очень четкие инферно. Но, с другой стороны, слишком как-то легко получается дергать игроков команды Мистик. Они вот по первой флешке начинают срываться со своих позиций. Ну, в кавычках, буквально говоря. Не буквально, точнее говоря, по первой флешке. Отличный фраг от Маркелова. ССФ, Кеннис. Ну, да можно, конечно, брать. Знали бы они Хелл Сэ команды Хелл Рейзерс. Они бы пошли бы даже и 2 в 5. Посмотрите. 13, 19, 8 у Ангела. Маркелов 72. Доси стоят. Конечно, парни поплотнее. Но тут уже Ашеры начинают. Как говорится, боковать и все правильно делают. Они просто душат. Душат экономический Клан Мистик и попытаются забрать еще 2 пушки. Конечно же, очень важно. Важно забрать сейчас снайперскую винтовку. ВП. Дабы не было проблем в исполнении Кенниса. Но, вы понимаете, ХП, ХП. Ох, я тоже люблю так делать. Просто никогда на Куриц на Инферно нету, когда я играю. Да, ХП очень много решают, ребят. ХП просто фантастически решают. Здесь его просто не хватило парням, чтобы дожать. И все-таки Адрен дает минус. А Кеннис сейвит ВП и зарабатывает еще себе немножечко денег. За фраг с этого чудо-девайса. Ну, а нас с вами, в принципе, людей, которые должны, по идее, болеть за Хелл Рейзерс, все устраивает соболезнования. Только могу свои сейчас выделить фанатам клана Мистик. Пока что защита не идет. Но ничего, еще Ашерам придется играть в защите. Самое главное для Хелл Рейзерс в данный момент просто не расслабляться и играть вот на максимальный результат на 9, 10, 11, 12 раундов за атаку. Три банана играют Мистик. И очень пассивно двоится, работает на Апленте. Нас интересует товарищ Кеннис, который с АВП... Нет, дает минус все-таки СФ. Знают, ребята, что здесь находится Кеннис. Да и вообще они, по-моему, понимают, что нужно пушить в дым. Пошел СФ. И самое главное, получилось дыма. Маркелов замечательно, красава. Делает минус. Еще и 73 хеллса у Марика остается. Смотрим за Киашима. Он идет на хеллпу. А в это время у нас свой партизан под ником Доси. Ну, у Доси там одна проблема. Игрок на 7, который, в принципе, он вообще не понимает, что происходит на точке А. Он сейчас чекает себе и 5, и 7 из больших песков. Поэтому еще и хеллпа к нему стянулась. Сейчас ребята побоялись, что библиотеку прошли. Тут все просто выход на одного от четырех игроков команды HellRaisers. Ну, нет, все-таки на двоих хеллпа успевает стянуться. Парни решили так плотненько все прокидать. Вы видите, они еще даже не зашли. Уже хаешки на план летят. А вот только сейчас пошел выход атаки. Молотов палил в воду в это время. Бедные рыбы на фонтане. Ну, а у нас попытка выбивания со стороны защиты. Но слишком рано игроки Дифферс пытались играть. Вот дождались сейчас уже, наконец-то, третьего своего игрока. Ну и попытка будет. Так, так, так. Как бы тут сейчас не допад... Что вы делаете, ребята? Уже решите, кто сверху, в конце концов. Пошел врыв. Первый минус. GMX. Ангел неплохо играет. GMX еще ставит хэдшот. И у нас Дося. Один в три. Дося жмет. Второго забрать. И все будет хорошо. Не забирает. Первый раунд для клан Мистик. 6-1. Ну. Такой раунд можно было хэллрейзерс и на самом-то деле взять. Но мы вспоминаем пистолетку, когда Ангел отшлепал французишков в ситуации 1 в 3. Опять же, без обид французы. Вива ля Франц. Все хорошо. Но в данном случае мы за команду хэллрейзерс. Ну и вот вопрос. Будут ли продолжаться вот эти эксперименты у клана Мистик на банане? Потому что, откровенно говоря, он не получается. А эксперименты, ну, сейчас, по крайней мере, нет. Сейчас очень просто играет один хардс. СФ идет сейчас на хэллпу. Сколдовал что-то долго на респауне. Но вот троица, которая играет на А. Тут переставили игроков. Плотно играют на поджиме. В пленте. И как же Кеннис делает эти фраги? Он просто до конца поджал ковры и дал минус. Бомба на ноле. Ну и еще фраг от Кей. Да ладно, гранаты забирает Маркела. Мы смотрим, СФ просто разводят здесь на самом-то деле. Здесь один игрок. Находится Адрен. А мы смотрим, что же делает Ангел. Так, разобрался. Все нормально. Забрать бомбу. Ну и попытаются выйти все-таки, видимо, Б. Хотя, опять же, все, вы понимаете, очень непросто. Кеннис битый. Но как раз вот игрок на Б и холпующий имеет по 100 ХП. Вот если их забрать, то Кеннис уже, даже если бы у него было 100, уже не важно. В принципе, против снайпера можно было играть. Есть. А, да ладно, он уже здесь. Не посмотрел. Я по никому. Как же ж успел тут перетянуться? Ну, успел. Успел. Все прочитал. С РСПа дал минус. И СФ отработал с кольта. 6-2. Смотрим. Денежки потихонечку начинают пропадать. И, конечно, если третий подряд возьмут защиту сейчас Мистик, то это вообще беда, печаль. Лучше такого не допускать. Ну и тут уже должны изменения, в свою очередь, делать по тактике, ребята, из Ашер. Хотя, опять же, можно вернуться к тем раундам, которые были. Просто разыгрывались очень замечательно. Дом, ковры. Досит там, ну, просто не пропускал парней. Я думаю, стоит так продолжать играть. Ну, получается. Если вот сейчас в данном случае просто получается спокойненько, там, не чересчур агрессивно за атаку напрягать банан. Там иногда просто посматривать. Просто все получается в доме. Адрен дает минус. Отлично. Забирают СФа. Будет ли еще сейчас фраг на Б? Ой, как хорошо. Еще и стянули. Вот он, момент выхода на Аплент, но не сейчас. Флэшка на 5 пошла. И как раз в этот момент Кирилл подловил двоих на флэш. Будет ли врыв 2 на 5, парни? Давай, туши. Все будет хорошо. Ну, вот, в принципе, пошел выход. Но вот дым на 5, на самом-то деле, он больше спас сейчас французских игроков. Чем помог команде HellRaisers. Ну, отлично. Марик минус. Адрен минус. Джейм Икс Плэнти. Есть холпующий бой. Очень аккуратно нужно сейчас действовать. Давят, давят большинством. Но Кеннис еще умудряется делать фраги с АВП. Аплант не забрали. Да как так можно? Джейм Икс красавчик. Конечно, тут ничего не скажешь. Этот потный француз сейчас приготовил нам настоящий круассан. Точнее, команде HellRaisers. Ну, подождите. Еще есть настоящий стиральный порошок. Досян. Кеннис 11 хп. Джейм Икс позиция известна. Времени еще 19 секунд. Ну, конечно, лишь бы на АВП не попасться. Главное в тайминг еще попасть. 14 секунд. Форсировать события нужно Досе. Все, увидел Досе одну позицию. Забрал АВП. И 1 на 1. 8 секунд. Досян должен забрать. Хорош просто. Привет вам небольшой. С России, с Уфы, в частности, ребята. Давай, до свидания. 7-2 за Ашер. И вот такие клатч-раунды пока что спасают эту игру для Ашер. Вспоминаем пистолетка Ангел 1F3. Сейчас был бы эко дальше у Ашеров. Ключевой экономический раунд. Досян тащит. Ну и поехали дальше. Пока меня действительно... Все устраивает. Так, ребят, читаю ваше сообщение ВКонтакте. Но простите, здесь очень много потока информации. И, конечно же, в данный момент я на 2-3 экрана разрываться, к сожалению, не могу. Хотя пока эко-раунд, в принципе, можно немного почитать, что мне пишут. Возвращайся. Возвращайся. Партнерство меня интересует, друзья. Так, так, читаю, читаю. Будут ли вопросы, добавлю. Кого надо. Все будет хорошо. Ребят, ну вот чат последней новости. Опять же, смотрим в ТАП-ТВ. Тем временем, потихонечку эко завершается у клана Мистик. Они отдают 8-й раунд Хелл Рейзерсу. Ну, 99% на самом-то деле. Вот как только сейчас в РСП Ашеры задавят на колодцы последнего игрока живого в этом раунде. От Киашима. Так, ребята, я, наверное, в чат Крича потихонечку вернусь. Буду смотреть ваше сообщение. Тут же. Ну что же, парни. Очередные ключевые моменты в первой половине. Моменты по тактикам, по экономике и так далее и тому подобное. Ну, вы понимаете, что сейчас очередная закупка под ноль у клана Мистик. В принципе, ну, чуть-чуть больше, я бы сказал, на полторы, там, на 1700 в среднем у команды Хелл Рейзерс. Ну, Ашеры играют за атаку. У них есть свое, наверное, экономическое преимущество. Ну, и всего пять раундов до конца. Если, опять же, Ашеры вот сейчас уверенно отыграют, то это большие проблемы в этом матче для клана Мистик. Уже громадные. В это время Харц делает фраг. Получает по щам от Казаха. Может и еще, кстати, сейчас выгрести. Собрали Ангела. Но, вот, знаете, в этом матче Ашеры очень хладнокровно действуют на анти-эко. Причем, блин, ситуация и похуже. Куда же пойдет Кенис? Все-таки этот раунд, конечно, не анти-эко, но уверенность, опять же, в действиях команды Ашеры, она вот, не знаю, почему-то чувствуется. Сегодня парни выглядят действительно достойно. И потихоньку пробираются на банан. Там есть два игрока, кстати. Давайте посмотрим. Ребята по крест-накрест смотрят выход. Тут, конечно, вопрос, есть гранаты, шесть флэшей, есть два дыма и хаешка у команды Ашеры. В данный момент нужно раскидывать, ну, наверное, все. И дымы, и, ну, может быть, хаешка. Потом пригодится, какой тайминг. Джеймикс поймал, еще и хэдшот успел поставить. Два в три, в планте забрать СФ на катухах. Может быть, что-то еще получится. СФ ушел, 39 кп имеет. Клпа уже очень близко. Они уже в РСП, причем вдвоем. Поэтому, ой-ой-ой, уже очень-очень близко контры. Ну, что ж, Адрена не получается дать фраг с катуха. Ну, а тут просто воля, волюшка в дым. Да ладно! Да ладно, Дося, король дыма. Просто посмотрите, слева, справа. Вот они все! Ай-яй-яй, воздепузил. Вообще, какой момент можно было отыграть. Но я уверен, что стол только что в арене задрожал. И аж до второго этажа это стоило слышно. Все-таки Дося понимал, что мог бы прикольный мувик получиться сейчас. 8-3, третий раунд для клан Мистик на Инферно. Это, друзья, по-прежнему фрагбайт. Матч в нижней части сетки. Сегодня будет еще, если я не ошибаюсь, отыграны две игры по виннерам. Два полуфинала. Но, конечно же, мы будем смотреть матч Virtus.pro против Титанов. Следующая игра. Матч BO3. Юра Страйк уже, надеюсь, вернется к тому моменту в студию StarLadder TV. Ну, а мы пока давайте вернемся к оружейным раундам. Сплит на А, ВП на пятерочке. Кеннис напрягает скил Ашима. Ну, тут без шансов. Степом безидиные гранаты пытались выйти только что на Шер. И вы видели, чему выход Степом закончился. Адрен дал минус, но он остался один в четыре. Тут, конечно, уже не попишешь. Нужно как-то спасать себя целую минуту. Ну, плюс еще бомба есть на руках. Мало ли что, там один точный хэдшот. Где-то пойдет второй. Тут уже ситуация один в два. Но все это должно произойти за 45 секунд. Иначе ГГББ. Ребят, не знаю, верите вы... Или нет. Хорошую атаку от клана Мистик. Но мне почему-то кажется, что очень много решат пистолеты второй половины. Если Ашеры их выиграют, то, наверное, уж такую игру с двумя пистолетками парни явно не отпустят. Но все-таки стоит волноваться. Опять же, счет не суперкрутой для Ашер. 8-4, 4 раунда преимущества. Но, в принципе, парни имеют довольно неплохую, я бы сказал, мощную защиту на Инферно. Ну и вроде бы как пока все спокойно. Ну, увидим, что будет дальше. Адрен играет на ноле. 1-4. Очень быстро игрока под домом. Это первый Эко за атаку в исполнении Хелл Рейзерс. Вот и дожили, ну, не считая второго раунда, не дожили до этого момента ребята из клана Мистик. Очень спокойненько тушится пока что Эко на медле. Был сделан один фраг. Забрали Кенниса. Но пока еще жив Марик ненадолго. Тут уже становится серьезная такая заявка. Если клан Мистик на 8-7 дотащит, то с чем черт не шутит, лучше, конечно, поднапряться на последние два. Сейчас ребятам из Ашер попытаться закрыться на 10-5. Ну, не так много гранат. У нас есть 4 флешки. Причем у двоих игроков на Адрена и Маркелова. 5 калашей. Да. Б вырисовывалось. Но и опять же Б в данный момент очень удачно сыгран от клана Мистик. Ну, удачно или нет, мы сейчас разберемся. Кенниса наконец-то наказали. Плохое слово хотел сказать на парню. Но он черт возьми-то хороший игрок. СФ разобрали. Великолепный размен. 3 к 1. Есть еще четвертый хелпующий. Да как ты ж дожал. GMX чуть ли не с последних двух забрал игрока. Дает сейчас Молотов. Посмотрим, кого-нибудь нажарит или нет. Как он врывается под флеш. Ой, какой агрессивный. И Маркелов даже не смотрит под 90 в данный момент. Не ожидал такого быстрого врыва. Возможно, Марик. Возможно, просто тайминг. Ошибся с таймингом. Адрена проблема. Его там тоже сейчас затопит. И банан. До свидания. Здесь позиционно был очень важен. Третий игрок, который был. Не помню, кто это был. Ну, вот этот раунд теперь нам за пистолетку, видимо, пошел. Такое тоже должно было случиться. 8-6 и последний раунд первой половины. Да и, в принципе, единственная карта Инферно между Hellraiser и Клан Мистик. Да, вот тут-то, наверное, в какой-то такой момент начинают потеть ладошки. Но даже несмотря на то, что ребята там суперопытные, там супервойные. Но вы же понимаете, каждая игра заново как с листа. И, опять же, все переживают за свой результат. Даже суперпром. Ну что, Доси, наконец-то, сыграл уверенно. Точнее, наконец-то, наконец-то, его поставили снова на ковры. И он здесь пару шапок собрал. Отлично все. 4 в 2. Вот главное, что пятерка сейчас не сработала, а в дым не нашил. Потому что парни просто шьют в дым каким-то фантастическим образом. Постоянно попадают. Такие дымовые французы. Ну, 4 в 2. Ох, какой перевод от Доси. Третий, по-моему, фраг для этого парня. И минус от Адрина. Хорошо, хоть что-то встречает библиотеку. Помахал ручкой товарищу СФу. 9 в 6. В принципе, я думаю, все должны быть довольны таким результатом в исполнении Hellraiser. Такой довольно интересный счет, который также дает все возможности команде Клан Мистик. Просто все изменить буквально после трех раундов. Выиграть пистолетку, 2 эко. Счет 9-9. У тебя уже и ты за атаку, да и экономика у тебя, опять же, на какой-то момент становится лучше. Но, опять же, карта Инферно. Здесь, на самом-то деле, здесь очень много интересных схем. Я думаю, вы все со мной согласитесь. Как за защиту, так и за атаку. Здесь можно очень разнообразно играть. И вообще, Инферно в CSGO действительно очень прикольная. Ну, учитывая скорость самого CSGO. Насколько быстрые перетяжки там с А на Б. Ну, и вообще специфики, конечно, новых... Да не новых, а просто карта CSGO с дополнительными короткими местами. Ну что же, вот, конечно, Адрена 1 на банане это не самое лучшее. А вот так же не самое лучшее то, что Кеннис, не знаю, за счет ли реакции, либо более удачного пинга, просто убирает Адрена. А здесь был упор на 4 Аплэнд. Но не спешат парни из Клан Мистик выходить на Б. И они понимают, что что-то неладное. Один игрок явно не мог находиться на Б. И они будут атаковать А. Там их, в принципе, троица-то и встречает. Но... Посмотрим за фрагами. Ну что ж такое? Ну, Маркелов хорошо. Долго мучил он своего оппонента. Здесь Дося. Ну, понятное дело, мне... Вот, честно, признаюсь вам, пистолет атаки, он просто... Как для меня... Получше будет, чем у Контром. Но... Давайте смотреть. Хорошо там играет. И Кеннис двоих забирает и GMX. И тут, конечно, пистолетами... Пистолеты можно забыть. Это интрига, это пот, это 9-9. И, как говорится, это только самое начало. Наверное, и самое интересное, то, что с вами мы сейчас будем смотреть. В принципе, это все была разминка. То, что было до этого, сейчас начнется. Самое оно, буквально 12-13 раундов жары. Как для HellRaisers, так и для клан Мистик. Не, ну лютая катка. Казалось, все так неплохо. Все очень хорошо шло. Где-то проперлись Ашеры. Где-то вот, помните, те раунды, когда могли парни тащить, где вытягивали их ребята из клана Мистик. Ну и, в принципе, тут можно уже вспоминать те раунды, что можно было бы еще лучше сыграть. Но, опять же, давайте оставаться так же пессимистами, что можно было и намного хуже сыграть и проиграть так же пистолетку в начале. Пока Экараунд. Ну что, банан, возможно. Может быть, Дося зажжет на банане. Может быть, под... Да, Кучер поставил хэдшот. Есть минус один. Ну. А вот он и Дося. Перепутал его с Кучером. По позициям Кучер там все отлично сделал. Доси прочекал, что никто не выходит. Да, был дым. Но почему-то не туда стягиваются ребята из Ашер. Не туда. Ай-яй-яй-яй-яй. Они все на Аплэнте. Здесь один Казах. Вот хелпа полетела. Но лучше бы 2-3 сюда уже успели бы прибежать. А время дали. Клан Мистик хорош. На, просто. Левый хук в исполнении. Нет, правый. Райт-хенд. У меня в комментаторском моде. Ну и... Хороший адренчик. Давай еще вот этому. Да, хорош. Просто за Казахстан. Черт возьми, Адрен. Что ты делаешь? Идите сюда, родные. Ну и последнего до банана не дожимает Дося. Нет, ну это... Это жесть. Ребят, ну... Если я ничего не перепутал, это у нас уже... Я вообще, по-моему, выигранную пистолетку постоянно называю этим раундом на экраунде от Ангела. И сейчас выигранный экораунд. Лол. Просто что делают Ашеры? Как они портят настроение клан Мистик. Так, а вот теперь, в принципе, мы с вами-то можем немножечко порадоваться. А для Глан Мистик начинается валидольный-вазелиновый период. Где-то так. Я не ошибусь, наверное, если это так назову. Потому что ребятам нужно... Супер... Супер нужно выиграть Эко, но уж... Почему-то мне кажется, что не сейчас, ребята. Ну а потом потные, сложные, нервные раунды на девайсах за атаку при не очень удобном счете, при малейшей ошибке. Это, конечно, вот нелюбимая моя вещь, но что поделать, кейсеры каждый день с этим сталкиваются и клану Мистик будет тяжело. Но давайте дождемся Эко-раунда. Потому что только что за счет одного казаха просто на лигошах парни потащили. А может быть сейчас за счет одного француза кто-то у нас будет вытягивать. Посмотрим. Клан Мистик не понимает все-таки, куда до конца, вот куда же парни хотят атаковать. Ну, сейчас уже тут небольшой десант. Пожарная команда в дом высадилась. Есть чек от Марика, видел дом. Сейчас и ковры, конечно, будут контролироваться. Ну и, в общем-то, раунд такой не должен браться. Очень спокойно Кучер забирает GMX. Два на Б, три плюс два, никто не дергается. Б контролится, Адрен ставит хэдшот. Ну и тут, как бы, куда ни пойди, везде ты получаешь. Ух, неплохо. От Ангелом. Ну и уже тут без особой задумки просто на ноге пытаются что-то сделать игроки команды Мистик. Давайте буду называть их там, потому что клан Мистик постоянно говорит, это как-то уж чересчур по-кэпски. По деньгам. Понятно, у Ашер сейчас на один раунд все хорошо. Ну, если там где-то сделать пару удачных фрагов в этом, то, возможно, уже и на два. Атака страдает. Атака страдает экономически. И вот тот самый момент, о котором, в принципе, я и говорил. Это потнячковые раунды. Парни моментально сразу же не решают выходить банан сначала. Я говорю о Киашиме, о Кенисе. И очень быстро разыграют вторую длину. Ну, посмотрим, как сыграют Ашеры. Кстати, пассивно, вы видите, что уже ребята отошли чуть глубже в плент. Хотя пытаются чекать и 5, и 7 агрессивно. Вот при первой же возможности ребята снова выходят на центр. Единственное, что меня смущает при этих схемах, это вот один одинокий просто турбо-мега-воин на банане. Потому что, ну, вы понимаете, насколько быстро пробивается точка, если вот соперники все читают. Ну, опять же, хелпа довольно быстрая. Хелпа уже идет. Мы видим, ангел уже начал смещаться к Адрену. Ну, и Адрен ушел с банана от греха подальше. И переходим снова к 3 плюс 2. Ну, пока все хорошо. Только минуту потратили игроки команды Клан Мистик. И мы, в принципе, вернулись к началу раунда. 3 плюс 2 по хелсам. Ну, где-то по коцанной досе, где-то по коцанной хардс. Плюс 10 хп. Ну, это вообще абсолютная мелочь. Вот по девайсам все-таки поуверенней бай. Я бы сказал бы, у Ашер. Ну что, выход Б, дымы в флешке. Первый минус. Все, иди сюда, идите сюда, как я обожаю. Вот такие выходы и вот такие зажатки. Но дымы CSGO, по-моему, еще интереснее. Вот новая фишка в CSGO, с которой можно просто поржать. Это сумасшедшие дымы в CSGO. Это не дымы, это просто... Я даже не знаю, как это описать. Это Смоук просто. Какой-то герой из Mortal Kombat. Кидаешь один и все. Как будто ядерный взрыв просто прошел. Последний минус. Последний удачный раунд, точнее, для Ашера пока что проходит. Но, опять же, парни готовы, я думаю, как можно быстрее забрать еще четыре и закончить мучения клана Мистик. Все-таки Ашера. Сегодня, вот именно в этом матче, на данной конкретной карте, пока что получается лучшая игра. Хотя, конечно, до 16-го раунда мы французов со счетов списывать не будем. Эти ребята... Ну, есть у них тут интересные раунды. Они умеют тоже играть Инферно. Да и, в принципе, стрелки очень хорошие. Ну, вот, понимая... Да, там ребята из Ашера все в разных местах. Все там хорошо. У Ангела лагает компьютер. Но парни находятся на буткемпе. Там, по-моему, уже идет середина второй недели. То есть они в очень хорошей форме. Понимаете, вот Ангел собирает урожай голов на банане. Сейчас, возможно, еще парочка сюда попадется. Ну, пока все хорошо. Берется 13-й раунда. Укрепляется экономика. Ну и, как бы, наверное, в очередной раз в этом матче, я скажу, ничто не предвещало беды. 13-7, друзья. 13-7. Так, вот у меня как-то... Неожиданно... Нет, все нормально. Вот у меня уже проблемы тоже небольшие на стриме начинались. Но, вроде бы, все хорошо. Все пошло дальше. Фух. Я аж испугался. Ну что, друзья, вот давайте поболеем за парней. Хотелось бы, конечно, и сейчас и Марика больше с АВП посмотреть. Но сейчас и так все хорошо. АВП не нужно команде Филл Рейзерс. У них и так идет игра в защите. И, вроде бы, как почти все получается. 3 плюс 2. Банан не занимается. Дается сейчас пространство для команды Клан Мистик. Но... Какое решение примут эти парни? Вот в чем вопрос. Пойдут ли в ДМА? Пойдут ли в мясорубку кадрную Ангелу 2А, можно назвать этих парней, на Инферно? Нет, будет Маркелов. Будет Маркелов. В гостях у Маркелова, так называется сейчас. Не знаю, будет ли это трейлер или комедия. Мы с вами совсем скоро вот это дело увидим. Марик отходит подальше. Пошел Раскид. Все-таки будет выход на Аплент. Вы видели там все этот раунд. Мы знаем, сейчас будет выход и на 5, и на 7. Плюс 1. Нет, с Ковров никто не идет. Но пока что Кучер очень неплохо принимает. GMX отвечает. Забирает Досю. В планте 2 наших. Есть. Хорошо. Марик. Два. Великолепные головы от Маркелова. Может быть и третий тоже. Третья голова и Кучер добивают. Марик выживает. 11 хп. И ух, какой важный раунд. Вот это великолепная стрельба от Марика. Действительно четко сейчас затащил. 14-7. Два раунда до победы. И опять же беда печаль по экономике у команды Клан Мистик. Ну и совершенно противоположная, веселая, радужная такая вот яхтная ситуация у команды Хелл Рейзерс. Ну и опять же 3 плюс 2 играют парни. Давайте по позициям пробежимся. Вся Шер хочет посмотреть, как они сейчас занимают. Вангел уже уходит хлоповать. Марик 7. Контролит дома Адерн Б. Все понятно. Кучер у нас контролит пятерку. Тут все понятно. Дуся ковры. Опять же должен был, мог точнее дать фраг. Но не так много урона нанес. 7 хп сняли с него. Ну пока все опять же. Все довольно неплохо. Ну что, Хелл Рейзерс. Еще чуть-чуть и команда уже попадает в топ-6 чемпионата. И можно потом делать следующие шаги. Буквально пару раундов. Не очень удачно здесь зажатка была. Только что у Ангела 34 хп остается. Хотя покоцало и СФ. Немножечко погрыз парней. Здесь также находится дым. Тут уже не решаться мистик выйти через дым на точку. А вот GMX решится выйти. Неужели степом будет выходить? Да. Да, да, да. Он это делает. Но тут уже есть, во-первых, дым на семерке. Маркелов там на месте. А здесь контролит все Кучер. И в спину будет заходить? Это просто 4Б. Плюс хотят Кучера в спину подгрызть. Ну посмотрим, как получится или нет. Выход на Б. Адрен. Кучер своего поймал. GMX они пустил. Возможно, GMX чуть-чуть рано пошел. Кенни забирает Адрена. Ангел. Ну просто капитан спасает пока что ситуацию. Но нужна помощь. 34 хп по-прежнему. Вот и помощь. Кучер дает минус. Кеннис последний. Дает две головы. Как? Нет патронов. Кольтер лоу. Убежал. Убежал. Ну посмотрите. Но уже время, конечно, совершенно другое. 3 секунды до конца раунда. Ангел ставит жирную финальную точку в 15-м раунде. 15-7. 3-400. У парня из команды просто клан Мистик. По 3-400. Вы понимаете, что это такой вот явно неприятный. Очень неприятный бай. У СФ-а калаш с первым армором. Ну в принципе, почему бы не самый плохой есть. 4-5 флэш. В общем, гранаты есть. Вот зависит от того, как парни действуют. Сейчас неплохо, агрессивно отыграл Адрен. Но самое главное, как тут дела у Ангела пойдут. У Ангела успела уйти, халпа стягивается. Но бомба, мы видим, она пока что на мидле. Ребята, немножко поменялись позициями. Кучер уже на АБ. Вот Марик чуть-чуть рано пошел отжимать спину. И на Кучера не пойдут. Почему-то мне казалось, что мне... Я был уверен, что Кучер там устроит настоящее избиение. Своих соперников, хороший тайминг для Доси. Но какая вертуха от СФ-а. Четко зафиксировал и четко попал. Тут, конечно, шляпу снимаем перед СФом за такой фраг. Кучер, ну, в принципе, может себе позволить все, что угодно. Я думаю, команда его особо не поругает. Ситуация 15-7. Если он там не засейвит сейчас кольта, пойдет брать раунд. Например. А уже двоих причем замочил. Но очень неплохо первые пули полетели у GMX. Здесь все хорошо. Еще один раунд для клан Мистик. Я вот все ожидаю какого-нибудь интересного девайса. Например, какого-нибудь АВП от HR. Но тут уже не до АВП совсем. Тут, на самом-то деле, не так много денежек остается у команды. 5200, 3800. У Марика там оставалось 2300. То есть, если бы это было АВП, то вообще буквально понты денег бы оставались у игроков защиты. Ну, а раунд по-прежнему не берется. Все последнее. И можно так и до ЭК раунда дотянуть и до потного там 15, 13, 15, 14. Но почему-то мне кажется, что все будет хорошо сейчас. Аплент. Это Аплент в исполнении команды Мистик. Два ковры и три миддл. Два ковры и три миддл. Но это будет выход ковры 5 и один, возможно... Точнее, ковры 7 и плюс 5. Есть размен на центре. Хороший прием Адоси. Вот чуть ли не важнейший фраг сейчас, честно. Для этого раунда, чтобы команда осталась в большинстве 4 на 3. Никто лишний раз не стягивался. Был третий на Апленте. 3-1 могли бы парни спокойно играть. Ну, то, что они и делают. Последняя просто в левушечка в исполнении Мистик. Парни попытаются сейчас на соплях потащить. Раунд! СССР! Хороший хэдшот, но он должен был уже умереть на коврах. Не палится игрок в песках. Ну, мы имеем плотных парней. Ангел, Адрен и Доси. Там 95, 100, 99 хп. Тут все хорошо. Ну, начинают французы мутить, как говорится, воду. Они смотрят спину, боятся поджима банан. Ну, вот нам, в принципе, и хорошо. Потому что Ангел, на самом-то деле, дома в тапочках вырубает очень неплохо. Вот, как бы Юра Страйк не жаловался на его домашний PC. Но, по-моему, вот с чашкой чая, женой, ребенком и тапочками все намного лучше получается. Кирилл просто хороший, значит, играл. Спасибо ему за это. Но нужно последний дотащить. Вот и все получилось. Все контролится. Еще пару фрагов от Ангела. И просто великолепно 22 на 14 от капитана команды. Друзья, ну а что я вам могу сказать? С вами был Тафа. Пока еще никуда не уходит из студии Старладера. Потому что мне нужно дождаться прихода Страйка. Хотя, конечно, я весело сказал. Дождаться Страйка. Ну и еще, возможно, на одну хотя бы карточку попытаюсь остаться. Ну, если не получится, то уж не ругайте меня особо. Virtus.pro в следующем матче против Титанов. BO3 по картам. Супершпилка. Топ-коллективы. И, ну, на самом-то деле, будет мощный такой вот интересный матч. Ну, просто играют парни, за которыми сейчас нужно смотреть за каждое движение. Им буквально за каждой флешкой. Они сейчас находятся в топе. Ну, особенно за командой Virtus.pro. Я бы с удовольствием еще одну Inferno от них посмотрел. Хотя, уже прошло время. Парочку недель там с последних больших ланов. И все смотрели демки. И я думаю, все обсуждали в тот момент, что же делать с агрессивной игрой. На карте Inferno со стороны защиты. Ну, что же. Адрена зови. Конечно, сейчас будет Адрена. Ребят, вот я на секунду завершу эфир официально. Завершу, запущу, точнее, остановлю, завершу запись. Мне немножечко просто неудобно. У ребят в КС-студии, они, наверное, рассказывали, что не очень удобно. Вот их эфирная тачка стоит. Но сейчас я все оформлю. Итак, Казах Лютый уже, считайте, что он уже идет потихонечку. А я пока что делаю анонс следующего матча с участием команд Virtus.pro и, конечно же, Титанов. Лютых, лютых Титанов. В принципе, эти парни сейчас должны показать, я даже не знаю, что они должны показать, но как минимум высокую крутую катку. Да, Юра? Конечно. Вот и Юра Страйк уже успел вернуться к нам в студию. А я пока что проанонсирую начало следующей игры.